2017 год является знаковым для истории России. Отмечаются две даты. Столетие социалистической революции и 80-летие большого террора. Этот год призван наиболее достоверно рассказать о событиях и показать их историческое место в развитии государства. В Уральском государственном педагогическом университете стартовал проект, если бы не 1917, если бы не 1937. В рамках проекта уже проходят открытые мероприятия. Так, в РГБУ состоялся круглый стол на тему 1937 год оправдывает ли цель средства. Считаю, что проект, если бы не 1917, если бы не 1937, чрезвычайно важен. Хотелось бы отметить, что иногда, в том числе ученые, педагоги считают, что, а уж политике тем более, не надо говорить о трагической истории нашей страны, надо изучать только героическую историю, то, чем можно гордиться. На самом деле, из вот такого общения со студентами я поняла, напротив, если дети узнают о том, какими усилиями были созданы все достижения, которыми страна гордится и великой победой, они, напротив, испытывают еще большее уважение к своим предкам и к своей стране. Участники круглого стола, а это эксперты в улучшении проблем сталинских репрессий и студенты педагогических вызов в Средовской области, обсудили противоречивые вопросы. Являются ли сталинские чистки оправданием индустриализации? Кто, по сути, враги народа, предатели родины или жертвы режима? Кроме того, затронули последствия большого террора и эффективность стратегического управления. Все страны догоняющего развития, особенно и прежде всего Юго-Восточной Азии, которые находились в первой половине 20 века на стадии индустриального развития, сталого, аграрного, сельское хозяйство. Рис, рис и только рис. К концу 20 века, как мы знаем, достигли очень серьезных вершин экономики. Это, безусловно, Южная Корея, это Япония, наверное, прежде всего Япония и в том числе Китай. Но, что очень важно, все эти страны, перечисленные сейчас мной, они как-то обошлись без массовых жертв. Так что, можно без жертв? Можно. По мнению преподавателей истории, такие открытые лекции и дискуссии действительно играют ключевую роль в патриотическом воспитании студентов. Многое из истории России исчезает и не осознается новым поколением. А память о событиях прошлого, особенно трагических, утрачивается. Студенты не знают историю своих дедов и прадедов. Я со своими студентами очень часто ходила на экскурсии в Государственный архив административных органов Свердловской области, где содержатся дела репрессированных. И некоторые дети именно на этой экскурсии находили своих дедов, своих прадедов. И таким образом, пусть может быть не во многих семьях, но мне удавалось восстановить вот такие ниточки семейной истории. Вообще, это был эффективный проект с точки зрения менеджмента, как сейчас принято выражаться. И последовательно, как в жизни, так и в местах, встречают такого факта, что, касаемо лекции, и продукты, и какую-то одежду передавать, потому что банки были построены тоже в соответствующем в соответствующих моментах. Дорога работала, но... То есть денег можно было запечатать хоть сколько хочешь, но, к сожалению, использование было невозможно. Уже с конца 80-х годов я занимаюсь проблемой политических репрессий. Стаж большой. Естественно, что я в этой теме погружен в нее. К сожалению, то, что делалось тогда, в 17-го по начало 50-х, это был вариант принудительного социализма, где непрерывно шла гражданская война в обществе. Одни группы общества боролись против других. И вот хотелось бы, чтобы это состояние, гражданская война, оно закончилось наконец. К сожалению, оно и сегодня продолжается. Поэтому эта тема кому-то не нравится, может кому-то не нравится, кто-то против ее постановки. Но это тема государственного значения, потому что помнить о национальных трагедиях нужно так же, как и победа. Александр Карпышева, Олеся Стариченко, специально для ОРГПУ.